Здравствуйте, дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня это небольшой обзор рынка за 11 декабря, за пятницу. Сегодня знаменательный день. Сегодня баржа фортуна начала достройку Северного потока-2. Также поговорим о ситуации на фондовых рынках и подведем предварительные итоги всей прошедшей торговой недели. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Друзья, по традиции, все наши видеообзоры мы начинаем с ситуации на фондовых рынках. Ситуация сегодня за большей своей частью для мировых рынков складывается негативно. Мы с вами видим, что почти все мировые индексы окрашены в красный цвет. И единственный зеленый островок – это как раз-таки наш российский фондовый рынок. Но давайте обо всем по порядку. Есть у всего свои причины. Если мы с вами смотрели на азиатский регион с самого утра, да, я писал в статье по настроениям рынков об этом, то мы с вами увидели, что японские индексы наконец-таки окрасились в красный цвет и завершают неделю в красной зоне. Наконец-таки после шести недель постоянного роста японцы все-таки приостановили свой рост. Это такой небольшой звоночек для медведей, что вроде как рынки устали. Именно вот здесь, по идее, можем начать коррекционное движение вниз. Не обвально, а именно коррекционное движение. Если мы смотрим с вами на европейский театр действий, то здесь падение более значительное, чем в азиатском регионе, потому что в азиатском регионе японцы потеряли не так много. Китайцы и вовсе около нуля оттоптались, а вот европейцы на момент съемки видео, торги еще, правда, продолжаются, немецкий DAX теряет более 1,1%, британский Putsi теряет 0,6%. Что же на самом деле здесь происходит? Ну, происходит именно то, о чем я вам говорил еще с лета этого года, но игроки эту ситуацию игнорировали. Хотя игнорировать ситуацию по разводу Великобритании с Евросоюзом, ну, было крайне неосмотрительно, но сейчас был такой повальный жор на все рисковые активы. Игроки просто старательно не замечали вот ситуацию, которая сейчас надвигается. Напомню вам, что 13 декабря уже послезавтра это крайний срок, когда должна быть, если будет все-таки заключена, сделка по выходу Великобритании из Евросоюза. Но я вам говорил еще и летом, даже весной этого года я еще начал говорить это, что, дорогие друзья, сделки не будет. Невозможно найти компромисс там, где просто-напросто совершенно различные позиции у Еврокомиссии и у Великобритании. Там просто нету точек фактически соприкосновения. Они совершенно в разные стороны смотрят. Поэтому здесь можно переносить сроки этого развода сколько угодно, но сделки просто-напросто не будет. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я снял подробное видео, какие же там есть точки расхождения и в чем у них есть точки схождения. Если вам это интересно, обязательно напишите это в комментариях. Но здесь возникает, наверное, у многих вопрос тогда, почему немцы падают сильнее, чем те же самые британцы. Но ответ здесь на самом деле довольно-таки прост. Помимо ситуации с Брекзитом, которая сейчас пугает все фондовые рынки, потому что это пересмотр тех же самых торговых соглашений, очень много сейчас будет завязано на этой сделке, то в Германии появились сообщения о том, что уже со следующей недели Федеративная Республика Германия может начать вводить жесткие карантины, жесткие локдауны. Мы с вами знали, что в Германии планировали сделать режим самоизоляции после Рождества, но дать людям спокойненько отпраздновать вот этот праздник. Напомню вам, что на Западе Рождество это более главный праздник, чем Новый год. Вот хотели дать людям отпраздновать, а потом просто-напросто закрыть на двухнедельные карантины, чтобы не было особо сильных переездов и пандемия коронавируса особо сильно не разгулялась. Но ситуация с вирусом продолжает нагнетаться. Я в течение дня скидывал сообщение в наш телеграм-канал, что сегодня зарегистрированы рекордные случаи по заболеваемости Федеративной Республики Германии. Слышится заявление, что необходимо вводить локдауны уже со следующей недели. Конечно же, это очень сильно напугало игроков, и, конечно же, немцы посыпались. Нам, как игрокам на российском фондовом рынке, необходимо отслеживать динамику именно немецкого рынка, потому что немецкий рынок относится именно к циклическим секторам, а российский рынок и есть фактически весь один сплошной циклический сектор, нефтегазовый сектор. Так вот, если немцы пойдут в коррекцию российскому рынку, этого тоже не миновать. Но, к счастью или к сожалению, смотря кто какую позицию сейчас занимает, наш российский фондовый рынок показывает всю свою силу и мощь, и многие, даже ваш покорный слуга, не ожидали, что мы такую предь сейчас сможем показать. Индекс московской биржи, вот только-только закончились торги полминуты назад, закрывается ростом полпроцента и обновляет в очередной раз логично свои исторические максимумы, закрываемся на уровне 3274 пункта. Индекс РТС тоже прибавляет полпроцента и закрывается на уровне 1411 пунктов. Что же на самом деле происходит? Почему наш российский фондовый рынок так себя хорошо сегодня повел? Ну и, наверное, это самая главная тема нашего выпуска. Но здесь можно просто снимать шляпу перед руководством компании «Газпром», перед руководством Российской Федерации, именно в том, как они это провернули. Сегодня, 11 декабря, исторический день, баржа «Фортуна» возобновила работы над «Северным потоком-2». И, скорее всего, они успеют достроить «Северный поток» еще в 2020 году. Ну и таким образом Владимир Путин сдержит свое обещание, что в 2020 году «Северный поток-2» будет достроен. Я не то, что за Путина, но здесь просто, если получится это сделать, а сейчас ничего не мешает этому сделать, то «Северный поток-2» будет достроен. Моментально на этих новостях акции компании «Газпром» подорожали почти на 3,5%. Подошли вплотную к отметке в 200 рублей за одну акцию и пытаются штурмовать именно эту вершину. Если здесь рассматривать развитие ситуации, какое может быть, пробой отметки в 200 рублей за одну акцию означает, что фактически открыта прямая дорога сразу же на 211 рублей. Там просто есть простор, где разгуляться. Поэтому сейчас внимательно стоит наблюдать за этими акциями. Напомню вам, дорогие друзья, что я эти акции брал, начиная со 167 и спускаемся вниже до 152, усреднял лесенкой. Поэтому прибыль у меня довольно-таки хорошая. У меня была идея именно зафиксироваться на 190, но поведение, как вела себя вообще акция «Газпрома», она показывала, что падать она просто-напросто не хочет. И было видно, что кто-то специально удерживает акцию именно на этих уровнях. Теперь понятно, чего на самом деле акции компании «Газпром» ждали. Почему я говорю, что можно петь хвалебные дефирамбы и «Газпрому», и руководству Российской Федерации? Потому что последний год, да, вот напомню, ровно год назад были прекращены работы, и осталось вот эти злополучные 6-7% необходимо достроить. И все внимание вначале, да, было обращено на баржу «Фортуну». Но потом начались вот эти выкрутасы академика Черского, когда он отправился в кругосветное путешествие, такими замысловатыми путями, что все прозабыли, что есть баржа «Фортуны». И когда академик Черский уже подошел к территориальной воде Германии, все стали думать, что, конечно же, строительство продолжит именно этот трубоукладчик. Но в этот момент сразу же посыпались дополнительные санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Про баржу «Фортуна» вообще и вовсе все забыли, а в этот момент как раз-таки руководство страны проводило все необходимые мероприятия, чтобы баржа «Фортуна» сумела приступить к работам. Именно с этой точки зрения я снимаю шляпу перед руководством нашего народного достояния. Сейчас, конечно же, брать акции компании «Газпром» крайне рискованно, что в одну, что в другую позицию. Но одновременно с этим я хочу подлить ей ложку дегтя в эту бочку с медом. Среди трейдерского сообщества есть такая давняя, ну, примета, я не знаю, как это правильно сейчас будет сказать, что акции компании «Газпром» растут последние. Мы с вами увидели взлет всех наших голубых фишек. Ну, «Сбербанк» это, само собой, это просто локомотив был, да. Последний месяц мы увидели мегавзлет почти на 35-40% акции «Сбербанка» подорожали. Но «Газпром» растет именно последним. После того, как растет «Газпром», зачастую рынок начинает идти в коррекцию. Мы об этом с вами говорили и с точки зрения технического анализа, да, пересмотрите все наши предыдущие выпуски. И говорили с точки зрения фундаментального обоснования, что сейчас игрокам впору зафиксироваться, потому что когда наш рынок обновляет исторические максимумы, это отличный сигнал для того, чтобы зафиксировать как минимум прибыль, либо же позиции. Ну, вот сейчас «Газпром» пошел в свой полет. Посмотрим, правильные ли это приметы или же нет. Напишите, кстати, в комментариях, как вы думаете, последний это взлет «Газпрома» и рынки пойдут вниз, или же рост будет продолжаться до 2021 года, скажем так. Но сегодня еще одно важное событие, как раз-таки в пору тем, которые меня очень сильно ругали еще летом этого года и троллили меня за то, что я внимание обращаю именно на эту акцию. Это, конечно же, отчетность компании «Сургутнефтегаз». Всю отчетность я опубликовал в открытом телеграм-канале, поэтому повторять это просто-напросто не вижу смысла, но цифры, конечно же, колоссальные. Кубышка «Сургутнефтегаз» привилегированы, увеличилась, вдумайтесь только, вдумайтесь, на 3,8 триллиона рублей. А теперь давайте, дорогие друзья, подумаем, какие же дивиденды будут платить «Сургутнефтегаз» в следующем году, когда уже увеличена на такую сумму прибыль «Сургутнефтегаз». Потому что кубышка это и есть прибыль фактически «Сургутнефтегаза». Поэтому здесь, дорогие друзья, кто брал акции «Сургутнефтегаз» по 38-37, а я вам, дорогие друзья, еще говорил в апреле-май месяце, когда «Сургутнефтегаз» привилегированный стоил в районе 35-36 рублей, что если вы более долгосрочный инвестор, и у вас есть средства, которые вы можете отложить на более долгий срок, хотя бы на год, то просто-напросто купите себе акции «Сургутнефтегаза», и в 2021 году вы будете просто-напросто в шоколаде. И в 2021 году акции «Сургутнефтегаз» привилегированные, я думаю, что они будут лидерами дивидендного ралли следующего года. Поэтому такие цифры, которые показал «Сургутнефтегаз», ну, на самом деле, это мощно. Не забываем одновременно с этим, что «Сургутнефтегаз» — это крупная нефтедобывающая компания, и она еще получает прибыли, помимо своей валютной кубышки, еще и от продажи той же самой нефти. Какие еще моменты, на которые стоит обратить на этой неделе внимание? Это, конечно же, моя любимая акция, самая любимая акция «Норильский никель». Благодаря именно этой акции моя инвест-часть просто, она фактически чуть ли не удвоилась. Вы многие знаете, кто с самого начала на данном канале, что «Норильский никель» у меня представлен во всех инвестиционных портфелях, во всех спекулятивных портфелях. У меня в одном из портфелей есть акция «Норильского никеля», которые я брал еще год назад, по 13 тысяч. И мне тогда говорили, «Владимир, ты дурак, ты берешь акции, слишком переоценены, их надо шортить». Был такой даже персонаж в «Пульсе», к сожалению, забыл его, ну, ник, как звали, который шортил «Норильский никель» от 14 тысяч. Он 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 шортил. Дальше я, по-моему, уже просто-напросто устал переубеждать человека, что эту акцию шортить нельзя. У «Норильского никеля» слишком обширная торговая корзина, и эта бумага чувствует себя превосходной и в кризисные времена. Ну, а когда нету кризиса и экономика будет процветать, эта акция просто-напросто будет улетать в космос. Поэтому у меня сейчас получилась ситуация, которую можно редко увидеть. У меня спекулятивная часть выросла, намного выросла, хотя особо сильно бумаг я туда не брал. Выросла она благодаря тому, что я теперь могу торговать на большую сумму, потому что у меня инвестиционная часть очень хорошо выросла. Я в инвестиционной части сегодня провел небольшую ребалансировку с тем же самым «Норильским никелем», по 24 400 отдал, по 24 обратно откупил, то есть прибыль была очень хорошая, и увел эти деньги именно в спекулятивную часть. Объясняю, каким образом вы, почему выросла. Потому что моя спекулятивная часть это всегда 20-30% от инвестиционной части. Поэтому я вынужден был просто-напросто деньги из инвест-части частично переложить в инвестиционную часть, чтобы дисбаланса просто-напросто не было. Ну и даже те бумаги, которые есть в инвестиционной части, в спекулятивной части, они показывают мега шикарный рост. Напомню вам, «Газпром» — средняя 163,5, «Лукойл» — средняя 4,100, «Норильский никель» — средняя 18,700, «Тесла» — 347. Ну это вот банально вам 4 бумаги, которые делались в покупке буквально перед самым началом роста. Единственное, какую бумагу я жалею и пытаюсь укусить себя за локоть, но это, к сожалению, дело не поможет. Это акции компании «Сбербанк». Я хотел их купить ровно по 200, но не успел. Акции развернулись и ушли наверх. За это я себя, конечно же, виню, но поезд ушел. Поэтому, дорогие друзья, сейчас ситуация ну очень и очень позитивная. 2020 год, можно сказать, что был самым лучшим годом за всю историю моей торговли на фондовом рынке. Ну и, дорогие друзья, вот такая ситуация у нас получается на фондовом рынке. Подведение итогов — это и есть подведение итогов. О многом мы говорили в наших последних видео. Я до сих пор оставлюсь приверженцем того, что сейчас в пору покупать американскую валюту, потому что мы с вами видим, что тот же самый американский рынок уже притормозил свой сильный рост. Он пытается откатываться вниз. Каждый раз американцы его пытаются откупить, но вот сейчас мы с вами наблюдаем картину, что даже американцы не откупаются. Поэтому, скорее всего, в очень ближайшее время необходимо будет коррекционное движение. Следующая неделя будет очень и очень интересное на события. Там будет заседать Федеральная резервная система. И к этому заседанию должно быть двойное внимание. И опять-таки вернусь ко вчерашнему и позавчерашнему ролику. Ну, в частности, ко вчерашнему, что Джером Пауэлл сейчас окажется в очень сложной ситуации. На данный момент, пока текущий президент является Дональд Трамп, и по идее он должен поддерживать пока политику текущая администрация. Но мы с вами знаем, да, пока что избранным президентом считается одновременно с этим и Джо Байден. И по идее Джером Пауэлл должен строить стратегию и на будущее. И в связи с этим, дорогие друзья, я более эту тему разобью в воскресенье. У Джерома Пауэлла ситуация такая, что он между молотом и наковальней. И, скорее всего, в очередной раз мы услышим слово неопределенность. А хуже, вот чем неопределенность, это ничего не сказать. Лучше он скажет либо все плохо, либо все хорошо. Но когда он говорит, ну, здесь неясно, здесь неопределенность, очень много неопределенности и неизвестности, это будет пугать игроков, и рынки могут начать на этом разворачиваться. Также на следующей неделе там и Путин выступает, ну, а 18-го числа квартальная экспирация фьючерсов, и здесь ситуация, я думаю, может кардинально поменяться, и поменяться, и это может послужить хорошим поводом для падения, ну, не для обвала, а именно для правильного коррекционного движения процентов на 5-10, чтобы рынки все скорректировались. Но такой вот у меня сегодня небольшой обзор, подведение итогов. Пишите обязательно ваши комментарии, обязательно ставьте лайки, обязательно ставьте дизлайки, спасибо вам за лайки под вчерашнее видео, очень много лайков, очень много комментариев, очень много интересных комментариев, очень много сообщений в директ инстаграма вы пишите, пишите и туда, и туда, можете сообщениями и в телеграм писать, я всегда рад и открыт для общения. Дорогие друзья, напоминаю, что вы можете проспонсировать данный канал и получите доступ прямым эфиром с ребятами из закрытого чата, одновременно с этим с завтрашнего дня для спонсоров данного ютуб-канала и для участников закрытого чата мы начнем снимать небольшие ролики, ну, пятиминутные, скорее всего, больше не будем делать. Это разборы компании, которые мы покупаем в тот же самый портфель инвестиций с нуля, вот завтра будет компания Полиметал, я лично буду настаивать на том, чтобы в портфель инвестиций с нуля включить акцию Сургут нефть и газ привилегированные. Я специально на этой неделе чуть-чуть побольше себе откладываю, чтобы хватило хотя бы на 100, ну, на один лот акции Сургут нефть и газ привилегированные. Я считаю, что именно в инвестиционном портфеле у любого новичка эта акция должна быть. Напоминаю, у нас есть открытый телеграм-канал, где публикуется очень много полезных, нужной информации. Я иногда туда скидываю сообщения с того же самого закрытого чата. У нас есть инстаграм, где очень много полезной, нужной информации, особенно для новичков на фондовом рынке. Ну, вот такая неделя у нас была очень интересная. Мы, как и прогнозировали, рынки фактически все стали в боковик, какие-то рынки начинают откатываться, но российский рынок догонял все остальные рынки, обновил свои исторические максимумы, ну и отсюда ему в пору тоже сходить. Если рынки все-таки сейчас сходят в коррекцию, то тогда у нас с вами появляется надежда на вот это новогоднее рождественское ралли, потому что мы сейчас видим и по технике, и по фундаменталу, что необходимо просто-напросто идти в коррекцию, игнорировать эти фундаментальные данные нельзя, технически вроде уже игнорируем, игнорируем, но фундаментальные новости игнорировать тоже нельзя. Сейчас необходимо сходить в коррекцию на 5-10% тогда и есть надежда на новогоднее рождественское ралли. Если же рынки пойдут дальше безоткатно, это может привести к очень плачевным последствиям. Ну, кто не так давно на фондовом рынке, достаточно вспомнить конец зимы, начало весны 2020 года. Сейчас на многих источниках стала появляться вот эта картинка 1929 года, газета 1929 года, тогда тоже всех загоняли на фондовые рынки, ну, а чем тогда все это закончилось, рынки сложились на 85%, поэтому сейчас необходимо быть крайне и крайне осторожным. Я остаюсь приверженцем своих идей, что сейчас осторожно можно приобретать доллар, да, вот по 73, если будет спускаться шагом на полрубля. Думаю, что ниже отметки 72,2 опустить доллар будет очень и очень проблематично. Это не означает, что покупать доллары нужно на полную котлету, нет, но необходимо какой-то процент все-таки себе иметь как защитный актив. Я лично собираюсь покупать доллары с точки зрения спекуляции, потому что кубушка в виде подушки безопасности у меня имеется, я еще брал доллары в прошлом году, когда точно так же доллары снижались, я брал и по 63, и по 62, и по 61, и по 60. Сейчас хочу набрать позицию с точки зрения среднесрочной такой спекуляции. Если видео, дорогие друзья, вам понравилось, обязательно ставьте лайк, если видео не понравилось, обязательно поставьте тогда дизлайк, пишите обязательно свои комментарии, свои мнения, ответьте на вопросы, которые я задавал внутри этого видео, жду вашего мнения, жду ваших комментариев. Также, дорогие друзья, хочу напомнить, что вы можете проспонсировать данный канал, получите доступ прямым эфиром с ребятами из закрытого чата с завтрашнего дня для спонсоров YouTube канала и для участников чата будут сниматься небольшие видео с анализом компаний, которые мы берем в портфель инвестиций с нуля. Кстати, если вы еще не предлагали компанию, какую можно приобрести в данный портфель, то пишите под данное видео свое предложение, какую компанию вы хотите видеть в данном портфеле. Лично мое предложение, оно, видимо, для всех уже стало очевидным по сегодняшнему ролику. Нет, дорогие друзья, это не Газпром, а именно акции Сургут нефтегаз привилегированные, потому что я считаю, что эти акции в следующем году будут фаворитами дивидендного ралли. Кстати говоря, дорогие друзья, напишите, стоит ли снять видео по поводу того, какие акции лучше брать на дивиденды в 2021 году. Дорогие друзья, у нас есть открытый телеграм-канал, где публикуется очень много полезной и нужной информации. У нас есть Яндекс.Зен, где публикуется фундаментальная аналитика по фондовым рынкам, таким более долгосрочным горизонтом. Ну и, конечно же, там публикуется статья по настроению рынков почти каждый день, если у меня утром есть на это время. Ну и одновременно с этим не забывайте подписаться на наш молодой аккаунт в Инстаграме, он именно молодой, подписчиков не так много, но зато, дорогие друзья, там очень много полезной и нужной информации для новичков на фондовом рынке, потому что сейчас многие пришли на фондовый рынок, но не знают, за что нужно смотреть, на какую статистику обращать внимание, какая статистика не так важна. Одновременно с этим многие пришли, но даже не имеют базовых навыков торговли в терминалах, даже не знают, какие паттерны необходимо отслеживать. На все эти вопросы вы найдете ответы в нашем аккаунте, в Инстаграме Инвест Профит, ссылка есть в описании и в закрепленном комментарии. Я же желаю вам хороших выходных, хорошо отдохнуть, следующая неделя будет мега волатильная, нас ждет заседание ФРС, большая пресс-конференция Путина, экспирация, фьючерсов, думаю, бешеная волатильность будет в американской акции компании Тесла, потому что фонды должны будут ее набирать. Одним словом, следующая неделя будет решающей и ключевым событием, мы об этом будем говорить более подробно в воскресенье, это, конечно же, заседание Федеральной Резервной Системы, ну а в пятницу, следующую, ровно через неделю будет заседание Центрального Банка Российской Федерации и Эльвира Набиулина нам, ну, расскажет планы ближайшие, на ближайший 2021 год. Я же с вами прощаюсь, дорогие друзья, пока-пока и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова